Сегодня мы будем рассматривать ситуации, когда дикие животные атаковали автомобили. Индия. Люди на машине разыскивали леопарда, который накануне напал на женщину. И они его нашли. Леопард перепрыгнул забор и напал на их автомобиль, повредив зеркало заднего вида и сорвав дефлектор. Тут тоже леопард напал на автомобиль. Кошка спокойно лежала на асфальте и раздирала бампер. А когда машина стала сдавать назад, леопард еще сильнее вцепился в нее, да так, что пошел пар. Видимо, он повредил систему охлаждения. А еще через пару секунд он все же оставил машину в покое и удрал. В национальном парке Африки молодой лев заинтересовался автомобилем. Смотритель попытался отогнать его, но не успел. И лев успел отломить зеркало заднего вида. А когда машина развернулась и уехала, львы еще долго сопровождали ее, пытаясь догнать. А этому льву уж больно понравилось запасное колесо джипа. Он вцепился в него и долго не отпускал, хотя водитель продолжал медленно ехать. Минуты три кошка жевала запаску, после чего это колесо вряд ли будет пригодным для эксплуатации. Скорее всего, оно проколото в нескольких местах. Аллигатор напал на джип, который слишком близко к нему подъехал. Не зря говорят, что у крокодилов и аллигаторов самые сильные челюсти. Посмотрите, как он легко расправился с бампером джипа. Часто на дорогу выходят крупные рогатые животные, в этом случае бизоны. И если им что-то не понравится, они запросто могут атаковать. Водители остановились, когда на дорогу вышло стадо бизонов. Люди снимали на камеру этих больших животных, когда один из них ни с того ни с сего атаковал автомобиль, который был рядом с ним. Этот бизон также без причины напал на машину, которая стояла рядом. Как только автомобиль начал движение, бык тут же поднул его своими рогами. Эти туристы стали свидетелями охоты львов на буйвола. Хищники догнали животное и напали на него, но завалить никак не получалось. Буйвол активно сопротивлялся и боролся за свою жизнь. Через минуту в пылу сражения животные оказались на дороге, и буйвол с силой бьет рогами по джипу с туристами. И что интересно, это ему помогает. Лев отпустил быка, и он остался в живых. Быки очень мощные животные. В этом можно убедиться, глядя на эти кадры. Быку чем-то не понравился этот автомобиль, и он легко поднимает его, словно он игрушечный. К туристам на джипе подошел большой буйвол и перекрыл дорогу. Он замер, и так простоял какое-то время. И потом неожиданно атаковал джип. Он начал наносить удары в переднюю часть, и водитель потихоньку начал сдавать назад. Но бык не отставал и продолжал атаковать. Выплеснув всю свою ярость, буйвол спокойно отошел от туристов, как ни в чем не бывало. Когда рядом находится разъяренный бык, нужно как минимум закрыть окна. Иначе его рога могут оказаться в салоне. После такого владельцу машины, скорее всего, придется чинить потолок и крышу. Тут на дорогу вышла семья оленей. Глава семейства, защищая своих сородичей, вышел прямо на шоссе и остановил движение. Подойдя к синему автомобилю, он встал в угрожающую стойку и опустил свои огромные рога. Несколько раз он ударил по машине, и водитель поспешил быстрее уехать. Бараны. Еще одни любители нападать на машины. Не зря говорят, что это очень упрямые животные. Этот баран пристал к автомобилю и начал бить его рогами. Хорошо, что удары были совсем слабыми, и повреждения были минимальные. А здесь барашек и вовсе собрался на капот автомобиля. Женщина-водитель стала подкармливать его морковкой. Морковку он съел, но все равно начал бить копытом и угрожающе опускать рога. А потом он забрался на крышу и простоял там какое-то время, прежде чем спрыгнуть вниз и уйти. На память об этой встрече он оставил вмятины и царапины. Эти бараны на дороге занимались своим любимым делом – бодались. Случайно досталось и автомобилю, который проезжал мимо. Баран своими рогами разбил бампер. Африка. Здесь несколько носорогов вышло на дорогу и преградили путь автомобиля. Туристы стали с интересом рассматривать этих больших животных. Но вот, когда один автомобиль поехал вперед, носорог бросился на него. Но ударить, к счастью, не успел. Люди на джипе наткнулись на стадо слонов. Несколько животных кинулось вперед, но люди стали кричать, и они остановились. Но через несколько секунд продолжили атаку и помяли автомобиль. Австралия. На ночной дороге этому водителю неожиданно повстречался кенгуру. Водитель остановиться успел, но животное совершило высокий прыжок и угодило точно на крышу машины, оставив большие вмятины и царапины. Похожий случай. Кенгуру бежал впереди автомобиля. Он мог бы уйти в сторону, но нет. В какой-то момент животное останавливается и встает в угрожающую стойку. И после нападает на машину. Бродячих собак чем-то заинтересовал этот припаркованный автомобиль. Они окружили его и пустили в ход свои зубы. Собаки оторвали бампер и грызли все, до чего смогли дотянуться. Пластиковые элементы и провода были отломаны и перекушены. Да, хозяин будет в шоке, когда утром увидит свою машину в таком состоянии. Похожая ситуация. Только на этот раз вместо бампера собака вырвала у автомобиля фекторовый подкрылок. На этом все. Друзья, если вы еще не подписались на канал, то обязательно это сделайте. Впереди еще много интересного. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok